Привет! Сегодня едем, привет, 400 километров, Москва, Нижний Новгород. 21.05. Стартуем! Итак, вводное начало отписали, теперь рассказываю, что происходит. Обычно мы здороваемся с вами фразой «доброе утро» и в какую-то рань куда-то мчим, но сегодня все по-другому, потому что за моей спиной вы видите закат, и мы едем в «Привет». Стартанули в 21.00. Сейчас выезжаем из Москвы, пробираемся сквозь пробки, двигаемся в сторону Нижнего Новгорода, ну, точнее, Владимира, потом Нижнего Новгорода. Почему стартанули вечером? Потому что наш прошлый проезд на 400 показал, что так или иначе ночь мы задеваем. И решили проехать участок ночной, скажем так, с более свежими силами, а завтра, надеемся, уже днем оказаться в Нижнем Новгороде и посмотреть, во-первых, нижний по-светлому, во-вторых, по-светлому добивать конец 400-ки. Ух! И план бы был идеален, если бы не приходилось крутить без сна. Но тем эксперимент интереснее. Узнаем, как оно – ехать всю ночь до утра без сна. Еще раз повторюсь, привет называется Нижегородский экспресс, 400 километров, Москва, точнее, Балашиха, Нижний Новгород. На связь буду выходить стандартно уже для таких заездов раз в час, рассказывать, какие дела, как идет процесс, ну и по каким-то интересным событиям, если что-то будет происходить в пути. Все, гоним! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, пока фонарики, быстро скажу. Время 10 вечера, первый час подошел к концу. Проехали 20, почти 3 километра, потому что пока на старте. Выезжали, выехали в итоге в 21.05, пока остановились. В туалет, туда-сюда. В общем, на самом деле мы к старту чуть-чуть опоздали, потому что электричка привезла нас прямо впритык. пятница вечер, и все оказалось очень-очень-очень на тоненькую. Поэтому первый час подошел к концу. Время 22, 23 уже с чем-то километров пройдено. Надеюсь, до встречи через час. И вспомнил, что не сказал о водной части. Основная задача на сегодня – проехать 400 лучше, чем в прошлый раз. В тот раз мы проехали достаточно хорошо по времени в пути. 13.30, 13.40, ну, около 14 часов, чуть меньше. Но общее время получился почти 21 час. Тоже там 20.40, что-то такое. Потому что мы много времени потратили на всякую странную фигню, на которую можно было время не тратить. Сегодня надеемся, что мы подготовились лучше и надеемся улучшить результат общего время прохождения дистанции. Ну и, конечно, надеемся просто успешно доехать. Все, теперь точно врываемся во второй час. Так, время 23. Проехали, 50. Начинается третий час. И, честно говоря, пока как-то прям непросто. Наконец-то появился светлый кусочек с хорошей дорогой. Но пока весь Палтос совсем не такой. Везде ремонт. Трафик вы видите. Уже 50 отъехали даже не от Москвы, а от Балашки. Но машин еще прям много. Иногда приходится, где особо сильный ремонт и пробки, ехать между рядами. Короче, начало пока сложнее, чем хотелось бы. Еще плюс почти нигде нет света. Соответственно, во всей этой толкучке, во всей этой толкучке машины ремонтов сознание просто пытается цепляться за пятно от фонаря на асфальте. Ух, ребята, интересный опыт мы сегодня получаем, кажется. Все, двигаем дальше. Ну и холодать начинает. Солнышко совсем ушло, и температура заметно опустилась. 11 градусов конь как показывает. 23 часа, едем дальше. Двигаемся к полуночи. А впереди темнота. Так, ребятушки, 23.20. Мы вот заехали на... Видно, не видно? У Коэл, у Гошана кончились поджоры. Ну, точнее, он всего из поджора взял с собой только гели, поэтому он зашел за шоколадочками, сейчас хочется бахнуть тепленького кофе и продолжить ехать. Опыт, конечно, своеобразный. Я, по-моему, уже эту мысль говорил, но повторюсь еще раз, потому что вот сейчас все будет очень сильно зависеть от того опыта, который мы накопили за все поездки, за все годы до. Потому что сознание... Во-первых, день кончается. У нас сегодня был рабочий день, мы подустали, и время уже ложится спать, а мы вместо этого где-то по трассе едем в сторону Нижнего Новгорода. И сознание отказывается думать о каких-то вещах, типа тебе нужно покушать, тебе нужно попить, а давай последим за пульсом, а давай последим за каденсом. Сознание такое, не-не-не-не-не, вот все эти данные берешь, чисто ты знаешь, с каким пульсом тебе надо ехать, я не буду тебе говорить по ощущениям, много у тебя или мало, смотри на цифры. Сознание такое, я не буду тебе говорить, пора тебя попить или пора тебе покушать, или нет, питайся и пей как знаешь правильно из предыдущего опыта потому что я, сознание, уже устало а сейчас передо мной на дороге только пятно света и я буду сконцентрированно пытаться выцепить ямы, дырки еще что-то, моя задача, говорит сознание, просто не упасть и не пропустить мимо какие-то ямы, дырки, то есть оно сконцентрировано чисто на вот этом пятне света перед нами ну, перед каждым из нас, если быть точнее фу, интересный опыт сейчас, Гошан, закупь шоколадки и я пойду за кофе тепленький, хорошо, тепленький прям, прям тепленький сейчас быстренько пьем кофеек я купил что-то курник купил и гоним дальше как Адон? как думаешь, что-то купил себе курник? да, приятно просто прекрасно просто прекрасно кофе теплый курник теплый, вкусный 12 часов ночи и нам снова повезло что в отметке часа у нас небольшой светлый участок с заправкой я успею буквально 10 секунд он кончится договорить так, мы проехали 73 с половиной километра время 12 часов то есть мы, получается, едем сколько? с 9 до 10 до 11 до 12 3 часа уже мы проехали начинается четвертый час что еще хотел сказать? а! остановочки на теплый кофе это прекрасно но самое мерзкое что может быть после этого это то, что тебе нужно согреться после остановки потому что остываешь просто моментально и первые минут 10-15 едешь, трясешься хотя тепло одет, но тело остывает и 10-15 минут в поле тебя после остановки преследуют а мы тем временем, кстати уже въезжаем, получается в город Покров все, гоним дальше двигаемся к часу ночи ух, ребятки так, пока попался очередной светлый кусочек я думаю, что через 10 минут его может не быть время 0-0 52 разменяли сотку едем дальше чувствуется, что начинаешь по чуть-чуть подзалипать момент так асфальт кончился кусочек чувствуется, что начинаешь на монотонных кусочках подзалипать там, где просто обочинка света нет спереди тебя мигает мигалочка и ты в нее потихонечку такой хорошо буду сидеть смотреть на нее приходится себя отдергивать и сознание возвращать собирать в кучу и возвращать к жизни потому что залипать ночью на трассе сидя на велосипеде не самая лучшая идея конечно все, сотку разменяли 0-0 53 уже едем дальше час 53 записываю двухчасовой точнее финал не знаю как это назвать не хватает мне уже сил нормально это сформулировать светлые участки стали очень редкими поэтому пишу сейчас час 50 уже 4 130 километров проехали заканчивается второй час утра короче час 54 ребята кажется вы догадываетесь насколько с трудом сейчас работает мозг и похоже что вот сейчас такой самый трудный момент скорее всего поездки потому что участков ремонта стало много еще темно светлых участков почти не стало похолодало до 8 градусов но впереди уже виднеется надежда как вы можете видеть где-то там впереди потихонечку начинает заниматься рассвет это значит что уже совсем скоро станет светлее совсем скоро начнет теплеть и тело начнет выходить из вот этого очень странного практически космического состояния потому что реально сознание хватает только на то чтобы выцеплять какие-то неровности дырки и что-то еще из света фонаря тело работает в таком подмерзшем полуавтоматическом режиме функция вращения педалей полностью отдана уже на автомат сознание говорит братишка ты достаточно давно ездишь думаю ты там сам справишься ну что теперь официально доброе утро на самом деле до прям восхода восхода еще 40 минут восход в 3.40 сегодня но уже прям как вы видите светло время 3 часа проехали 165 километров едем по объездной вокруг города Владимир из-за того что стало светло сознание расслабилось и собирать его в кучу стало прям тяжелее тело холодненькое очень ждем очень ждем когда станет тепло на этом наверное какое ужаса как громко они ездят на этом трехчасовой отчет закончен едем дальше надеемся что скоро станет тепло и очень красиво на самом деле это конечно цена за холод но вот эти туманы отовсюду не знаю видно на GoPro или нет в крайнем случае вставлю с телефона красивый кадр но несмотря на то что холодно очень красиво туман на рассвете который просто везде это сказочно пушечно просто ладно я вам сейчас наговорю фигни едем дальше надо сосредоточиться на кручении педалей я покажу немножко не хотят ехать мы доедем и так 4 утра 188 километров солнышко показалось из-за горизонта еще похолодало уже 7 градусов объездная вокруг Владимира Каев солнышко полная я не знаю короче полную силу пока не тепла но света еще мы открыли для себя наконец-то колоночку в походах она лишняя а вот сейчас в 4 утра тупить с ней по трассе под коржика сплошное удовольствие ты ничего не знала обо мне это прекрасно на самом деле вот ради таких моментов ты ездишь наматываешь тысячи тысячи километров чтобы буквально несколько секунд в лучах рассветного солнца в таком плотном облаке густого тумана где-то с близким по духу тебе человеком на трассе с 4 утра под коржик и понять что блин жизнь прекрасна удивительно в ней есть много всего хорошего есть моменты которые заставляют себя сделать и дыхание замирает сердечко останавливается ты буквально несколько секунд впитываешь эту атмосферу и понимаешь что впереди тебя ждут еще многие тысячи километров в поисках еще одного такого же не такого же по обстоятельствам но схожего по эмоциям момента и так время 5 утра уже не в силах я посчитать какой час у нас идет нашего нашей поездки поэтому я думаю вы сделаете это сами в крайнем случае я сделаю это на монтаже так проехали мы 215 километров остановились вот на такой чудесной заправочке позавтракать хочется съесть и выпить чего-то горячего потому что все очень холодное ноги очень холодные внутри теплые но снаружи прям холодные руки холодные хочется погреться и позавтракать чтобы продолжить путь и забавно что на велосипеде чувствуешь себя нормально а как слезаешь начинаешь ходить такой чуть-чуть как будто пьяненький видимо сказывается бессонная ночь приятно 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 Садишься чуть-чуть отдыхать, все, сразу как мажут просто. Всем приятного аппетита, как всегда, кто смотрит видос за едой, надо сходить умыться. 6 утра, 229 километров проехали, и кажется, вот на предыдущей заправке был пройден такой достаточно критичный момент, потому что мы уже прям уставали, начали сильнее необходимого замерзать, но буквально полчасика отдыха, поели, погрелись, и едется снова хорошо. Воздух начал прогреваться, уже 13 градусов тепла, ножки снова могут отдавать что-то, они уже не пустые, и бодренько-бодренько покатились дальше. Насколько это, конечно, возможно в текущих условиях. Едем в какой-то там уже, не знаю какой по счету, час. Короче, время 7 часов утра, проехали мы 260, все хорошо, даже утеплело. Но дорога испортилась, какой-то ремонт тут дурацкий, просто, просто жесть. Все, едем дальше. Потеплело 21 градус внезапно. Меньше чем за час с 11 до 21. И так хорошо стало, хочется лечь куда-нибудь на травку. Погреться на солнышке. И чтобы фуры не шумели. Ужас какой, целый кроват. Каждый раз, когда пытаюсь что-то смотреть на камеру, фуры такие, ну мы поехали. Ну так вот, хочется лечь на солнышко, в травку и поспать. Ладно, поспим через 138 километров. Грязники. В прошлом году здесь мы, во-первых, залипли на часок в пятерочке, во-вторых, тут наш кончился, точнее, тут кончилась наша попытка доехать до Нижнего Новгорода, потому что испортился прогноз погоды, не было нормальных билетов, и мы умчались туда вот направо, в сторону Мурома. Сегодня наша попытка доехать до Нижнего Новгорода продолжается. Гошан забежал на заправку, у него кончилась вода в гидраторе, пополняем запас воды и мчим дальше. Так, время у нас 7, ну я выйду через полчасика на связь. Время 7.34, проехали 275. Гоним. Осталось буквально чуть-чуть, на самом деле, 125 километров. И умывайся, делай все, что хочешь. Так, конфигу, наверное, по сегодняшнему расскажу в самом конце, не хочется сейчас тратить время. Хочется доехать, а в Нижнем уже, либо вообще в Москве, когда вернемся, расскажу, что по сумочкам, что в сумочках, что взяли с собой. Заодно в конце узнаем, что пригодилось, что не пригодилось, что стоит брать, что не стоит брать. КОНЕЦ Как и обещал, включение в 8 утра, 285 километров проехали, виды поменялись на более приятные такие лесочки, поля. Стало гораздо визуально интереснее ехать. В целом, все штатно и достаточно неплохо, но единственное, конечно, на солнышке. Если холод было неприятно физически и тяжело давить, но сознание оставалось достаточно острым, то в жару ехать стало хорошо, тело довольно. Но сознание чувствует, что ночь была бессонная и на солнышке иногда прям так мажет капец. На колесе ехать не получается, потому что втыкаешь просто в колесо, начинаешь залипать и можно пропустить либо яму какую-нибудь, либо торможение. В общем, небезопасно. Поэтому весь смысл отъезда и группы сегодня практически отсутствует. Ну, только вместе, разумеется, веселее. А так ночью не посидишь, потому что понятно почему. А днем уже, ну, сознание слишком мягкое, чтобы настолько тонкие вещи делать, скажем так. Так, у нас 300 км, если быть точнее, 99,9. Наверное, не видно, но не важно. Время 8.30, просто раз уж остановились, я хотел на 300-ках сказать, что 300-ки, но мы остановились, потому что там, где я показывал такую дребезжающую штуку, заболели. Причем у меня и у Гоши на ступнях костяшки. Никогда такого не было. И совершенно внезапно они заболели на гребенке. Вот у Гоши сейчас в Абхиле опять появился некоторый дискомфорт в этом месте. Остановились на 2 минутки размять. Я извиняюсь, что не так сейчас стал выходить на связь, потому что на самом деле в голове уже просто такая медитативная пустота. Ты смотришь за дорогой, следишь за критично важными вещами в виде пульса, в виде питания и в виде воды. И все остальное голова уже не воспринимает, просто пустота. Поэтому никаких мыслей, которыми хочется и может соделиться, уже не осталось. Просто работаешь, 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 работаешь. И это по-своему на самом деле прекрасное чувство. Поэтому опять же я и снимаю, чтобы вы знали, что ты ощущаешь в подобных заездах. Поэтому вот выхожу уже на связь по строго определенным таймингам, отчитываюсь от ситуации и мы гоним дальше, ребята. До встречи через полчасика. 9 утра, 311 километров. Наконец-то оставшееся расстояние измеряется не сотнями, а десятками километров. Работаем дальше. Солнышко пропекло. Мысли окончательно испарились. Осталось покрутить педальки еще примерно 3 часика. И мы на сегодня закончили. И снова здравствуйте. 10 часов времени. 30... О, 345 километров. Проехали, осталось 55 всего. Учимся, добиваем. Так, финальная остановочка. Мы надеемся, потому что осталось 40. Во Владимирской области нашлись заправки под названием Ирбис. И на них оказалось, мы с утра на такую же заезжали, на них оказалась супер вкусная шаурма, супер вкусный кофе. Очень классные всякие, очень много, в отличие от других таких сетей, как они называются, я забыл совсем. Сиропы, все, уже сознание такое, поехавшее. Корицу даже можно насыпать. Короче, сущий кайф. Вот. Быстренько кушаем и добиваем с ракет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова так мы пообедали поужинали я не знаю нет ничего не поужинали пообедали 11 часов 358 километров до встречи через часок как раз у нас чек пришелся на время отбытия итак мы вот там вот нижегородский я пытался вспомнить и город который мы приехали нижегородский кремль красивейшая волга гашанчик сколько 41 и 9 можно так все давайте я внасная история приготовились так средняя скорость 312 да у меня 401 километр ровно средняя скорость 31 1 чуть-чуть не доработал вакуум и гармин сохранить заезд еще одна четырехсотка а это кстати получилось бодрее да это привет о это привет к это четырехсотка получилось гораздо бодрее и наверное давайте потому что я сейчас не готов подводить итоги мы очень довольны она получилась очень шустрой сильно лучше чем мы даже планировали в конце мы очень хорошо поджали непонятно откуда были силы последние 40 километров мы просто но за часок разделали но сейчас мой уставший разум не готов анализировать вот эти вот данные гармин говорит время восстановления три с половиной дня мой уставший разум не готов анализировать наши цели то что мы сделали не готов сравнить прошлый заезд этот поэтому давайте посмотрим кадры как мы доехали до вокзала как мы доехали до москвы и через неизвестно какое время для меня и через буквально наверное несколько десятков секунд для вас встречаемся уже в москве я буду отдохнувшим анализирует всю информацию и подведем итоги этого заезда всех обнял мчимся домой напиши что приехали в это мы в нижнем новогороде доехали до практически я не знаю нет вряд ли через весь город на том берегу тоже есть но по одному берегу через мост до набережной до контрольного финишного пункта сейчас возвращаемся на жады вокзал и в нижнем очень много велосипедистов прям очень много поэтому ребята если кто то есть из нижнего и вы катаете вообще мой вам огромнейший респект концентрация велосипедистов на один квадратный улица зашкаливает поклон и уважение а завтра буду болеть щелк и вот я уже отдохнувший снова с вами готов подводить итоги привета давайте начнем с основного какие задачи ставились и смогли ли мы их выполнить задача номер один было подготовиться лучше чем в прошлом году и не допустить большого количества ошибок потому что прошла наша четырехсотка была просто ну скажем так провалом подготовки потому что мы потеряли безумное количество времени на всяких затупах которых легко можно было избежать задача номер два было улучшить общее время проезда если время в движении средняя скорость прошлогоднего заезда нас вполне себе устраивали то общее время в дороге нас категорически не устраивало и его мы хотели улучшить в этом году но если в том году мы стартовали скажем так дикарами то есть ехали четырехсотку исключительно для себя хоть и маршрут наш практически полностью совпадал ну точнее первые его 300 километров совпадали то в этом году мы ехали уже в официальном бревете под названием нижегородский экспресс в прошлом году время в движении было 13 часов 41 минута средняя скорость 29 и 6 километров в час в этом году время в движении оказалось 12 часов 53 минуты средняя скорость 31 и 1 километров в час удалось отбить практически 50 минут и если время в движении в том году было достаточно приятно то общее время составило 20 часов 12 минут то есть на остановках мы потеряли практически шесть с половиной часов просто какая-то катастрофа в этом году общее время составило 15 часов 5 минут то есть в общее время остановок у нас составило около двух часов и получается что наш общий результат улучшился грубо говоря с 20 часов до 15 часов и мы этим очень довольны потому что разница действительно огромная нет безусловно нам есть еще куда расти потому что лидеры этого привета проехали с общим временем 12 часов то есть это быстрее чем даже просто наше время в движении практически на час быстрее чем просто наше время движения нам есть куда еще расти но мы ставили задачу улучшить свое прошлогоднее время и его мы улучшили причем улучшили значительно поэтому задачу на данный привет считаем выполненный набираемся опыта и тренируемся дальше следующий интересный пункт подведения итогов это ночной выезд почему мы решили выбрать вечернее время старта мы прикинули что так или иначе если в дороге что-то идет не так ты в любом случае встречаешься с ночью и подумали что лучше ночь встретить пока мы свежие сильные чем встречать ночь после 300 километров уже уставшим оправдала ли себя эта идея ну тут все достаточно спорно потому что если в том году мы встретили ночь уставшими физически но были достаточно неплохом моральном состоянии насколько это возможно после 300 километров где 150 из них прошли под дождем то в этом году все было ровно наоборот физически мы чувствовали себя достаточно хорошо но вот рабочий день и отсутствие сна конечно сказалось поэтому ночью я думаю вы все это уже видели ночью сознание так достаточно плавало поэтому получилась такая история с двумя стульями и на каждом из стульев не было ничего хорошего ну и на самом деле вот этим вечерним выездом мы планировали применить некоторое московское жульничество дорогу в том направлении в котором поехали мы достаточно неплохо знаем периодически по ней ездим и была надежда что вот эту ночную часть мы проедем по широкой обочине и достаточно длинным освещенным участком но все пошло наперекосяк потому что те длинные освещенные участки которые были возле москвы мы проехали еще по светлому стемнело очень поздно и действительно когда были длинные освещенные участки в общем то был еще относительно светло и они как будто не очень то были и нужны а в тот момент когда стало окончательно светло мир вокруг поменялся не в лучшую сторону светлые участки опять же все это видели в видео Прекратились, и мало того, что прекратились светлые участки Прекратилась еще и широкая обочина В этом году оказалось, трасса раскурочена Было какое-то безумное количество ремонтов Все это наложилось на огромное количество трафика из Москвы в пятницу вечером И там, где мы хотели немного схалявить Ехать по светлому, по широкой обочине В итоге, как я уже только что сказал Все поменялось просто с ног на голову Мы в итоге ехали в темноте, в пробках По бесконечным ремонтам дорог Короче, возможно, план был идеален Но что-то пошло совсем не так, как мы рассчитывали Еще одним пунктом в пользу вечернего выезда Было то, что мы не хотели растягивать историю с приветом на все выходные А если ты стартуешь утром в субботу Так или иначе, весь день ты едешь Вечером в субботу приезжаешь в Нижний Новгород В нашем случае приезжаешь в Нижний Новгород Даже если тебе удалось сесть на поезд Из Нижнего ты все равно едешь в дороге Пытаешься как-то отоспаться после привета Так или иначе, с утра приезжаешь в Москву Разбитый, кое-как добираешься до дома И все, день воскресенья у тебя полностью потерян Потому что, да, ты ближе к обеду В идеальном стечении обстоятельств Уже дома в Москве Но ночь была в любом случае беспокойным Потому что в дороге спать после привета Не самое комфортное дело Тебе еще нужно с утра добраться Неприятная история Этого хотелось избежать В нашем же случае в обед в субботу Мы были в Нижнем Новгороде Практически сразу сели на поезд К 19 часов вечера были по домам На час позже легли спать в субботу На час больше проспали в воскресенье Но в воскресенье утром мы были уже полноценными людьми Безусловно, в ногах чувствовались отголоски привета Совсем бесследно такое не проходит Но так или иначе, по воскресенью у нас получилось провести продуктивный день То есть не были загуглены все выходные По сути, мы потратили только субботу И вот эта часть плана удалась на 100% Какие общие итоги по ночному выезду? Тема, безусловно, прикольная Но применять ее нужно аккуратно Да, разумеется, если переложить наши 15 часов ездового времени На утренний старт То все как будто выходит даже комфортно Мы не слишком поздно в Нижнем Новгороде В целом, еще в субботу, пусть и ночью Мы успеваем вернуться в Москву И как будто бы лучше было ехать утром Потому что все ремонты мы проезжали бы по-светлому Мы бы не столкнулись с ночным холодом И было бы реально комфортнее Можно было бы еще какое-то количество времени отыграть С другой стороны, мы делаем слишком много допущений Потому что что-то идет не так И как я уже сказал выше Ты приезжаешь очень поздно в субботу А то и рано утром в воскресенье И все идет наперекосяк С другой стороны, мы бы не встретили, допустим Тот прекрасный рассвет, который мы встретили под Владимиром Поэтому, ну, 50 на 50 Дело на самом деле случая В общем, повторюсь еще раз Инструмент вечернего выезда оказался интересным Но нужно все тщательно продумывать Прежде чем им пользоваться Потому что подходит он далеко не для каждой ситуации Будем ли пользоваться мы им еще раз? Скорее всего, да Будем ли пользоваться мы им часто? Скорее всего, нет Очень ситуативная штука И повторюсь, наверное, уже в третий или даже в четвертый раз Нужно все тщательно продумывать Прежде чем выезжать в дорогу вечером Но в целом считаем эксперимент достаточно успешным И не жалеем, что стартанули в тот день вечером И последнее, о чем обещал рассказать, это конфиг У меня было две сумки Апидора Рейсинг Это внутрирамный бензобак У Гоша рама побольше Поэтому у него была одна внутрирамная сумка Экспедишн Что мы брали с собой? Во-первых, брали с собой флисовые рукава Такие вот флисовые рукава Я думаю, вы все знаете Они сейчас, правда, вывернуты наизнанку Занимают минимум места Супер крутая штука Ночью ими пользовался Как вечером похолодало Сразу мы их надели И, в общем-то, до утра я ехал в рукавах Годная тема Лоис, не жалею, что взял с собой Также у меня с собой были ногова Ими в этот раз я не воспользовался Да, несмотря на то, что под утро было прям вот холодно-холодно Но останавливаться и натягивать ногова Плюс они немного сковывают движение И в них едется не так легко, как без них Ну, не хотелось Если бы температура упала еще буквально на 1-2 градуса Я бы, разумеется, их точно надел Но прокатило и так Не пришлось их натягивать Но в любом случае я не жалею, что взял их с собой Потому что места они, да, занимают, безусловно, больше, чем рукава Но также не фатально много А в критичной ситуации могут очень-очень сильно помочь Белую складную ветровку здесь сейчас показывать не буду Потому что вы и так видели на нас практически весь видос Вечером она нам служила дополнительным слоем тепла Утром она мне служила защитой рук от солнца Потому что я очень быстро и очень легко обгораю Поэтому, когда потеплело и вышло солнышко Я снял рукава, оставил чисто расстегнутую ветровку И она не особо меня греет То есть жарко мне не было Но рукава защищали меня от солнца Поэтому ветровка пригодилась на 100% И я тоже ставлю ей лось Далее у нас с собой был свет Что, разумеется, логично Потому что мало того, что мы едем ночью Мы едем еще и ночью по трассе Подробнее рассказывать об этом не буду Разве что напомню, что я не так давно разжился новым фонарем Это Феникс, подробнее о нем я рассказывал В предыдущем походном видео Ссылочка будет в описании И также сейчас на экране и в описании Вы видите промокод от ребят Из Феникса Со скидкой на покупки Собственно, вот этих самых фонариков И всяких мигалочек назад И так далее В общем, заходите в видос из похода Смотрите про фонарь Пользуйтесь промокодом Всех обнял Проходим по ссылочкам в описании На фонарь тоже ссылочка будет Фонарем, кстати, наконец-то я испытал его Вообще супер полноценно в боевых условиях Всю ночь ехал с ним по трассе И снова лось Едем дальше Так, далее у нас идет отражающий жилет Я на самом деле достаточно долго думал Как решить проблему отражающего жилета Потому что я понимал, что рано или поздно Ночью мы все равно еще раз поедем по трассе И эта штука там крайне необходимая Но возить с собой целый вот этот огромный кулек жилета Обычного Мне не хотелось Он слишком много занимал места Слишком много весил для вещи Которые ты чуть-чуть будешь пользоваться в темноте по трассе И то не факт, что будешь пользоваться И нашлось гениальное абсолютно решение Сейчас я его достану где-то тут Да, вот Это, я думаю, опять же вы видели Всю ночь эта жилеточка была на мне Поэтому сейчас я ее растягивать не буду Это такая жилетка Заказал ее с Алика Светоотражающие полосы Нашитые на лямке Работает, в общем-то, как полноценный светоотражающий жилет Но при всем при этом Ты с собой не везешь кучу ткани Вот все это складывается Вот в такой вот маленький Вообще практически ничего не весящий кулечек Это еще можно больше утомровать Я так просто скрутил, чтобы она лежала удобно И все Занимает место сумочки чуть-чуть Зато вечером ты ее надел И светишься, как в полноценном жилете Тоже Лойс взял не зря Прям рекомендую Также в сумке у каждого из нас лежал гидратор Показывать его сейчас здесь не буду Но это особого смысла Не имеет гидролинии Выходит из сумки Приходит на руль Едешь, пьешь За бутылкой тянуться не надо Это очень удобно Мы еще на прошлой 400-ке их испробовали И на дальняки гидраторы прям хорошо И это могу вообще яростно тоже рекомендовать Гидратор гораздо удобнее бутылки в дальняк Также с собой были ремонтные наборы В виде камеры Заплатки насосов Это не обсуждается Это всегда ездят с нами И также в этом году мы сделали Выводы из прошлогоднего заезда И взяли с собой переходники С велосипедного ниппеля На автомобильный ниппель На всякий случай В этом году переходники были с собой И к счастью ничего из этого нам не пригодилось Но разумеется, ремонтные наборы мы всегда возить должны с собой Особенно когда едем Всегда должны возить с собой Сказал как Йода Особенно когда едем далеко Куда-то по трассе Откуда эвакуироваться Будет сложно И где будет тяжело найти вообще хоть какую-то помощь Как это можно починить Если у вас нет чего-то из ремонтного набора с собой Также из необходимых вещей были Пауэрбанк и паспорт Тут опять же все понятно Пауэрбанк нам нужен, чтобы заряжать фонари Велокомпы, если у кого-то они быстро садятся И телефоны Потому что без энергии в наше время никуда Ни билет не купить, ни домой не позвонить Ни эвакуацию не вызвать В общем, без энергии оставаться не хочется 400 ехать достаточно долго Все может сесть Непонятно, как все сложится Поэтому какой-то пауэрбанк хотя бы на 5 Максимум 10 тысяч Можно с собой смело везти Вообще даже не задумываясь Паспорт нужен, потому что едем далеко Трансфер уже междугородний А без паспорта между городами По нашей стране путешествовать достаточно затруднительно Поэтому паспорт также везем с собой Еще с нами была небольшая джебель-колоночка В этот раз мы возили ее впервые И на трассе, как я уже говорил К утру она нас просто морально спасла Вот утром под музычку по трассе Ехалось гораздо легче, чем ехалось бы без музыки Поэтому одну колоночку на двоих В целом считаю зацепить На подобное мероприятие можно Да, немного лишнего веса, конечно Но настроение дает вагон Поэтому колонку мы тоже оценили Ну и в конце всего этого, разумеется, идет еда Еда, которую мы не покупали где-то на заправках Все, что мы покупали на заправках, вы видели Помимо этого мы с собой везли энергетические гели И злаковые батончики Ничего необычного Потребление еды было примерно 40-50 грамм углеводов в час Движение было не супер интенсивным Поэтому такого количества углей вполне себе хватило На подобный заезд Ну и плюс то, что мы поджирали на заправках Три раза В общем-то и все Каких-то выводов в этот раз То, что обязательно надо было взять то-то А мы это не взяли Или наоборот Мы взяли лишнего Сделать не получилось Потому что, в общем-то, все, что мы взяли Всем воспользовались Ну, разве что ноговами я не воспользовался Но, как я сказал уже Буквально на один градус температура бы опустилась И они бы пригодились Пришлось их надеть Поэтому, в целом, водил их не зря Это как ремонтный набор Несмотря на то, что запасными камерами мы не пользовались Сказать, что вот В следующий раз их не надо везти Потому что они не пригодились Ну, нельзя Это будет просто глупо И практически самоубийство Поэтому Все, что взяли Все было нужное Ну, на этом, кажется, на сегодня все Спасибо, что провели с нами этот привет Надеемся, нам удалось поделиться с вами интересным И, самое главное, полезным опытом Если вдруг остались какие-то вопросы Добро пожаловать в комментарии Ссылочка на заезд в Страве в описании Ссылочки на остальные соцсети Тоже в описании Ну и вообще все ссылочки Про которые я сегодня Где-то там ранее говорил Тоже будут в описании Еще раз спасибо Что провели с нами этот привет Хорошего вам велосипедного сезона Ну и до скорых встреч Пока-пока Чуть не забыл Уже по традиции Жмякайте лайки, колокольчики Все дела И подписывайтесь на канал Вот теперь точно Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok